Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенов, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу рассказать о таком вредителе сада и огорода, как стеклянница обыкновенная или смородинная. Сейчас уже многие начали обрезку, особенно обрезку различных кустарников, таких как смородина черная, красная, желтая, рыжовник. И многие из наших садоводов сталкиваются с очень интересной картиной. На срезе ветки черное отверстие. Что это? Болезнь либо вредитель? Это вредитель, причем один из самых опасных, скрытно живущих вредителей смородины и крыжовника. Этот ход внутри ветки прогрызла ее гусеница, которая живет в этом побеге иногда год, иногда два, ослабляя растение, лишая его веток, а нас заслуженного урожая. Чем же вредоносна эта стеклянница? Внешнего вида это очень симпатичная бабочка с прозрачными стеклистыми крылышками, как будто маленькие кусочки слюды с черным тельцем и желтыми полосочками. Выглядит очень симпатично, но вот только ее личинка при этом может нанести очень серьезный ущерб посадкам смородины, особенно тем, у кого участок запущен, либо рядышком есть такие запущенные участки или лес. Откуда этот вредитель может прилететь? Кстати, смородинная стеклянница может прилететь за километр. Это ее, представляете, дальность полета, насколько этот вредитель опасен. Так как его распознать, чем он вредоносен и как с ним справиться? Вредоносен он в первую очередь тем, что его гусеница повреждает древесину, сердцевину, которая запасает усмородины, углеводы и лишает растения вот этих вот запасов, нарушает транспорт воды и питательных веществ, ослабляет растения. Такие ветки, поврежденные стеклянницей, очень легко ломаются, особенно под нагрузкой урожаем. Урожай даже может упасть на 75%, представляете? Из-за стеклянницы на поврежденных ветках ягоды сморщиваются, мельчают, легко осыпаются. Листья уменьшаются на четверть, а ведь лист – это то, чем растение, извините, кормится, питается. Это главный фотосинтезирующий орган. В результате куст слабеет, урожай падает, ветки засыхают, и в конце концов от нашего куста остается парочку тонких побегов. И что делать? Сейчас как раз мы можем помочь нашему саду справиться с этим опасным вредителем. Именно во время обрезки. Дело в том, что личинка этой бабочки зимует в поврежденных побегах. И во время обрезки, если вы обнаружили на срезе черный ход, эту ветку нужно вырезать как можно ниже, до здоровой древесины, и немедленно сжечь. С тем, чтобы гусеница не окуклилась в этих ветках и не вышла потом рано весной, чтобы отложить очередную порцию яиц. Дело в том, что выходит эта бабочка зимовки в скорости после цветения смородины, буквально через 2-3 недели, и сразу начинает откладывать яйца на побеги смородины. Особенно она любит трещины, различные повреждения, пазухи почек. То есть те места, где можно это яичко свое положить, и выведшаяся личинка потом внедряется сначала в кору, потом в древесину и постепенно ослабляет растение в целом. Саму личинку очень трудно при помощи химических препаратов искоренить. Фактически, да, мы можем полить тот же самый куст смородины окторой, но у вас в таком случае ягоды тоже пропитаются этим ядом, а это не нужно никому. Поэтому при борьбе со стекляницей нужно не упустить два основных момента. Момент первый – профилактика. Это осмотр наших кустов и удаление всех усыхающих ослабленных веток. Особенно обращаем внимание при обрезке. Вырезаем все ветки с почерневшей древесиной, с ходами внутри и уничтожаем. Если мы заметили, что летом, весной какая-то ветка начала усыхать, срезаем ее и тоже удаляем. Можно, конечно, проверить, есть ли там внутри ход, но в большинстве случаев ход стекляницы там присутствует. И второй момент – это борьба с бабочкой до того, как она успеет отложить яйца на ваши кусты. А отложить одна бабочка может до 90 яиц. Представляете, какой урон одна только бабочка может нанести саду. Для того, чтобы уничтожить бабочку стекляницы в саду, необходимо через 2-3 недели после цветения провести опрыскивание таким инсектицидом, как, допустим, интовир – одна таблетка на 10 литров воды. Этим вы, кстати, справитесь и с другими вредителями смородины и крыжовника, такими, как различные пилильщики, листокрызы и тля. Этой обработки обычно достаточно, чтобы вредитель не успел вам нанести ущерб. Ну и, конечно, наблюдение, поддержка наших кустов при помощи хорошей агротехники, полива и омолаживания. Вот только так можно защитить свой сад от вредителей и болезней. Грамотная профилактика и своевременная, нечрезмерная защита. Кстати, биопрепараты применять только приветствуются. Но их применять можно, кстати, даже и чаще, поскольку вреда они природе не наносят. Это может быть такой препарат, как фитоверм, либо лепидоцит. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, интересуйтесь, спрашивайте, и мы постараемся помочь вам с вашими проблемами. С вами была Юлия Кондратенок, и до новых встреч на нашем канале.